В цифрах как раз зрители больше смотрят телевизор. Его дело, что какие зрители, видимо, вот вы лично и ваши друзья, может быть, меньше смотрят, или, может быть, активная часть населения меньше смотрят. Но в целом телевизор все равно остается очень таким большим событием в жизни человека, и очень важное место занимает, и все разговоры про то, что интернет убьет телевидение, я думаю, что интернет только его дополнит. Важно очень в данный момент контролировать три зоны очень важные в этом бизнесе. Это непосредственно каналы, которые вещают в так называемом оффлайне, онлайн-вещание, которое в будущем будет осуществляться на платформах, и даже в настоящем уже осуществляется, и мы еще рады, что у нас есть платформа «Видеоморе», так сказать, наш канал в интернете. Ну, понятно, что мы занимаемся сублицизированием в интернете контента, но, тем менее, очень важно иметь, так сказать, надежную еще опору в самом онлайне. И третья составляющая этого бизнеса – это, конечно, контроль контента. Очень важная составляющая. У нас есть собственные мощности в производстве, мы собираемся их наращивать, увеличивать. Поэтому вот эти три важные вещи – оффлайн, онлайн и контент, как бы сказать, это вот важная модель. Это то, к чему пришли, как раз опираясь на исследования аудитории. Мы не только собираемся в будущем и в настоящем, ну, скажем, зарабатывать деньги с продажи, сублицензирования контента в интернете, но также надеемся, что через определенный промежуток времени вот как раз бизнес-модель заработает от прямой продажи рекламы в интернете. Поэтому у нас уже к этому времени… У нас есть это прерву после? Да, да, да. Вот в данный момент это, скажем, уже работает. А если посмотреть, каким темпом, опять же, растет на рекламу в интернете, мы как бы надеемся, что это, скажем, произойдет и сбалансирует бизнес в холдинге. Потому что сегодня, конечно, не секрет, это основной бизнес, как я уже сказал, прямая продажа рекламы. И основной бизнес – это канал СТС, это флагманский канал, 80% у нас, не менее 80% доходов идет за счет канала СТС. Но вот мы как раз и развиваем новые бизнесы, развиваем два, можно сказать, малых канала и перец домашний. И мы возлагаем большие надежды, то есть, скажем, вот именно на нишевость перца. И в то же время, я думаю, мы как раз сможем со стороны перца оказывать давление на прямых наших конкурентов. Потому что, скажем, по концепции, а не по форматам, по концепции, по духу, по атмосфере, они находятся приблизительно в одной нише. Это, конечно, не семейное смотрение, но, собственно, чем мы отличаемся от наших прямых конкурентов. И вот перцу мы, скажем, фас, и он будет заниматься тем, что попьется в ногу. Ну, я не знаю, как производить, но инвестировать в кино, конечно, будет. И, конечно, это могут быть разные формы. Это может быть созданный фонд инвестиций в кино, это может быть копродакшн, это может быть действительно производство непосредственно фильмов для широкой аудитории. Я лично считаю, что это недооцененная ниша для нас. Но если производить, я бы сделал что-нибудь событийное. Хочется сделать такое, как говорила Родневская, плевок в вечность. Не хочется какие-то проходные такие вещи делать. Не знаю, может быть, я романтик в этом смысле. Ну, скажем, пример того же Александра Роднянского. И Константин Эрнст говорит о том, что как раз телевизионные деятели привнесли очень много в кино. Продолжение следует...